Самый большой объем работы в этот период лег на плечи врачей приемного покоя. На входе в диспансер проводится обработка рук. Повсюду размещены санитайзеры. Всем пациентам бесконтактно измеряют температуру. А если они планируют лечь на операцию, их отправляют к терапевту для более подробного осмотра. В случае, если температура тела повышена, пациента изолируют. Да, усилены требования по соблюдению противоэпидемических мероприятий. Жестко разграничены потоки пациентов, поступающих на стационарное лечение, пациентов, проходящих амбулаторное лечение. Проводится ряд мер, которые ограничивают поток пациентов через центральный вход с соблюдением бесконтактной термометрии. Такие строгие меры на режим работы врачей не повлияли. В особых условиях медики смогли оказать даже больше помощи. К примеру, в мае прошлого года самарский онкологический диспансер принял 2607 пациентов, а в этом году почти на 1000 человек больше. В прошлом мае провели 991 операцию, а в этом помощь хирургов получил 1101 пациент. Врачи говорят, визит в диспансер откладывать не надо. Исключение составляют случаи, когда пациент находится на постоянном контроле. Если в этом есть необходимость, особенно речь, когда идет о первичных онкологических больных, требующих неотложной помощи, визит откладывать не надо. Сейчас областной онкологический диспансер принимает около 15-20 человек в день. Из них порядка 10 нуждаются в госпитализации. Лариса Шлафаст, Виктория Шаре, События.